Всем привет, продолжаем рассматривать картины художников, работы скульпторов Абрахам Блумард Голландский художник Абрахам Блумард формировался под влиянием позднего итальянского манеризма, сыграл важную роль в становлении нидерландских традиций пейзажной живописи. Он показывает природу как величавую картину мира, передавая ее обобщенный облик, привносит в композицию чувствительность барокко, с полнокровными обнаженными телами и драпировками. В данном произведении Блумард смешивает назидательную идею библейской притчи с пейзажным бытовым жанром. В основу сюжета положен отрывок из Евангелия от Матфея, где дьявол посеял сорняки плевелы на поле сушенецы. Крестьяне, поддавшись полуденной неге, проспали его злодеяние и не спасли урожай. Притча осмеивает человеческую лень, которая в христианской философии считается одним из смертных грехов. На картине ее символическим воплощением является голубятня, построенная как приманка для птиц, используемых в пищевых целях. Изображение отсылало к морали ленивых, которые выбирают легкий путь и жестоко обманываются коварной судьбой. Коза на картине намекает на порочность человека, а павлин на гордость. Вот такое описание к работе Абрахама Блумарда «Пшеница и плевелой» я нашел в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok